С целью оказания дополнительной материальной поддержки российским семьям, имеющим двух и более детей, по инициативе президента Владимира Путина в 2006 году был издан федеральный закон номер 256, положивший начало новой федеральной программе, которая призвана создавать условия, обеспечивающие этим семьям достойную жизнь. Согласно условиям программы при рождении или усыновлении в семье второго ребенка, а также третьего и последующих, с января 2007 года можно обратиться в пенсионный фонд Российской Федерации в лень о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, подтверждающий право на получение средств из федерального бюджета, сумма которой в 2007 году составляла 250 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. На планируемый 2020 и 2021 год сумма увеличится на 3%, то есть сумма материнского капитала будет составлять 466 тысяч 617 рублей. Средства материнского капитала нужно потратить на следующие цели. На улучшение жилищных условий, на получение образования ребенка, на формирование накопительной пенсии матери, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также можно направить средства материнского капитала на получение ежемесячной выплаты. В нашем регионе размер ежемесячной выплаты составляет 9104 рубля. По большинству направлений средств материнского капитала необходимо достижение второго ребенка трех лет. На сегодняшний день выдано более 80 сертификатов на материнский семейный капитал, более 80 семей распорядились средствами материнского капитала, 36 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 48 семей направили средства материнского капитала на погашение кредита, займов, в том числе ипотечного. Также 4 семьи направили на получение образования ребенка. И одна семья сейчас получает ежемесячные выплаты. Чтобы получить сертификат, необходимо обратиться с заявлением в пенсионный фонд, через клиентскую службу, через сайт пенсионного фонда. Также можно направить заявление через многофункциональный центр. Заявление на распоряжение также можно подать через многофункциональный центр, и пенсионный фонд, и сайт пенсионного фонда. Продолжение следует...